Здравствуйте, уважаемые коллеги. Другой Новый Алексей, Псковская область, директор регионального центра информационных технологий. Постараюсь не бывало быстро пролистать 4 слайда, специально сделать 4, чтобы не было соблазна говорить слишком много. Тема доклада – создание открытой образовательной среды на базе операционных систем АЛЬТ. Мы начинали нашу работу совместную с коллегами с разработки совместной решения РГИС цифровое образование это не свободное решение в обычном понимании. Но суть такая, что так мы используем GPL-компоненты, в том числе в разработке, то мы в принципе, поставляя это решение другим регионам или используя себя в регионе, пользователям в полном объеме даем доступ ко всем исходным кодам. Но при этом в открытом доступе не публикуем эту штуку. Правда, GPL-компоненты мы не модифицировали при этом. И об этом решении, которое у нас работает в регионе, включают в себя и электронные журналы, и очередь в садике, и еще 40 подсистем. И подсистема электронного обучения, и Moodle туда запихнут при этом. Кстати говоря, как один из элементов, и он интегрирован с ESEA, то есть люди через EPU заходят, работают в Moodle. Из Moodle мы получаем все результаты в общую базу с цифровыми следами. Ну, в общем, эту всю историю я рассказывать как раз не буду. Кому интересно, здесь есть QR-код, и это можно все посмотреть. Здесь также есть слайд, который достаточно замылено виден, но вот это вот много труда в это безумие мы вложили, чтобы это нарисовать и отобразить. Это то, как подсистемы, все сферы образования, вот эти 40 подсистем практически, связаны с многообразными, или плохо связаны, или хорошо связаны. Это тоже тема отдельного большого доклада и целой конференции, которую мы провели в этом году вместе с Минцифрой и Минпросом. Как связаны с федеральными решениями? Вот где тут ГРВУ, где тут витрины, где тут электронная очередь в садике, там куча разных сервисов от СМЭФ-3 до СМЭФ-4. И да, нет, от обмена ЦСВ по ЕГЭ, то есть там очень много технологий используется в государственных системах. Все это работает как-то, но опять же, как работает и как это сделано, тоже выходит за рамки. Это, так сказать, этого доклада и не является его темой. Самое главное, что я хотел сказать, что в принципе мы пытаемся или сейчас инициируем проект, который с нашей точки зрения оставит за неким забором вот эту вот региональную государственную информационную систему, которая с одной стороны мы ее развиваем, частично мы ее хотим вывести в статус и распространять под свободными лицензиями. Вот, с одной стороны. С другой стороны, у нас уже появляются компоненты нашей разработки, которые мы уже начали выкладывать, соответственно, и куда мы привлекаем и студенческое сообщество, и надеемся на помощь других регионов, именно по созданию некого решения, именно свободного, потому что, ну, развивать проприетарное чужое решение мало кому интересно. Правильно? Правильно. Вот. А мы исходим из того, что есть определенные вещи, которые интересны всем, то есть которые не завязаны на конкретного вендора там электронных журналов или чего-то. И точка совместимости, и точка стыковки здесь можно посмотреть, это кейклог, то есть по сути дела аутентификация, которая стыкуется с нашим проприетарным аутсервом. Ну, то есть это у нас свой сервер аутентификации, интегрированный с ЕСЕ. То есть смысл аутсерва, то, что он, кроме всего прочего, что он знает о том, кем является каждый пользователь. Является ли он педагогом, если является педагогом, то в каких школах, в каких СПО, в каких вузах. Является ли он одновременно учеником, родителем, родителем каких детей. То есть все труднопреодолимые проблемы на ЕПГУ, которые до сих пор не преодолены, на самом деле, в ЕСЕ, они у нас давно решены, так сказать, и используются для того, чтобы понять, а какие сервисы, вообще говоря, и какие возможности дать тому или иному конкретному пользователю. Соответственно, вот эту всю историю мы как раз стыкуем с Кейклок сейчас и через нее подключаем то, что мы называем вот этой вот Open Education Environment, то есть неким открытым образовательным пространством, куда мы включаем, ну, достаточно классические вещи. С одной стороны, с другой стороны их допиливать собираемся и с третьей стороны мы уже начали делать свои подсистемы, в частности, сервис мониторинга и вот он есть у нас, управление цифровизацией, там есть модуль, который обеспечивает инвентаризацию всего оборудования и программного обеспечения, используемого в школах региона. То есть вот этот модуль, он уже на сегодня должен быть выложен, по-моему, уже выложен, я не проверял, в нашем репозитории в открытом. Там же будет управление цифровизацией, то есть серверная часть к нему и так далее. Дальше есть загадочное слово «облако». Мы его, в принципе, это сделали, сейчас мы его вместе с коллегами из базальт запускаем на 43 серверах. То есть идея в том, что нам, когда мы увидели, что мы можем за федеральные деньги купить большое количество замечательных серверов, ну, или менее замечательных, ну, большое количество. Вот. Мы согласовали с Минпросвещением возможность не размещать эти сервера в школах, где замки висят, амбарные, пардон, да, у нас трансляция, да, ну, где нет условий для обеспечения, например, так сказать, питанием, электрокачественным, кондиционированием, нет специалистов, которые за этим сервером будут присматривать. Мы их разместили централизованно. То есть у нас стоят две стойки, в них стоят эти сервера. В этом году еще появляются 33 сервера, которые мы размещаем в геораспределенном некотором режиме в администрации области. Вот. И вот эту инфраструктуру, как раз вот на ней мы поднимаем это облако. Что оно сейчас собой представляет вот на сегодня? Ну, на сегодня это NextCloud, вот, так сказать, в котором живет OnlyOffice, вот, и редакторы OnlyOffice используются, вот, ну, JPL3, соответственно, там с определенными нюансами, но мы этот нюанс соблюдаем. И также дополнительные подсистемы, ну, например, ну, все, наверное, пользуются прекрасной программой Drawf.io, да, она прекрасно стыкуется и может использоваться для совместной работы, вот, и в этом облаке она у нас живет. И еще кое-чего, так сказать, ну, то есть там достаточно много подсистем, которые с NextCloud работают. То есть мы взяли NextCloud и его сейчас стыкуем по аутентификации с нашей региональной системой. То есть у нас что получается? Любой учитель, работая в той среде, где журналы, прочее, прочее, ну, в данном случае нашего производства, а может быть и не обязательно нашего, да, в любом регионе это можно запустить будет, нажимает кнопочку и попадает в этот самый NextCloud, где удобно работать с файлами, удобно расшаривать, удобно делать все, что душа не пожелает. Плюс мы туда еще некоторые программы сейчас планируем поместить в эту интегрированную историю. Это, например, система ERP и, так сказать, ну, open source, понятно дело. Сейчас выбираем, у нас есть несколько вариантов, что мы школам можем предложить удобного для работы и взаимодействия с родителями и введения своей в небюджетной, например, деятельности. Такая потребность у многих школ тоже есть. Вот. Не буду сейчас озвучивать, мы в процессе принятия решения, и, возможно, это будет несколько вариантов даже. Вот. Это вот первый блок как бы вот этого вот решения, который мы пытаемся и будем собирать вместе. Следующая история, это, кстати говоря, мне очень понравилась идея там, ну, идея Mumble, коллеги использовали, мы его тоже используем. Это вот чат голосовой для геймеров, очень неплохо работает и действительно очень не требователь к каналам связи. Вот. Штука, которую мы назвали Video Classroom Management. То есть мы сейчас пытаемся расширить, сделать для учителя мегаудобное использование OBS-ки, всем хорошо известный. То есть это управление OBS-кой через WebSockets. Вот. Собственно, у нас есть своя система проведения занятий. Вот тут очень много говорили, я про нее не буду говорить, она, во-первых, не свободная пока, скорее всего, мы тоже одной свободной лицензии выпустим. У нас называется цифровой урок. Она позволяет управлять тем, что происходит в браузерах учеников, интерактивно работать с каждым учеником, проводить опросы, получать тут же во время лекции обратную связь, там выводить всем нужное приложение, так сказать, ну и так далее. Вот к этому нам не хватает такой вот, понимаете, системы для видеоуроков в классе, которая бы отслеживала спрашивающих студентов, ну и учеников, переключала камеру, ну, кстати, есть шикарные китайские камеры, вот одна из них у нас тут стоит, которые это умеют сами делать, следить за преподавателем, много чего. Стоит 25 тысяч, Logitech вообще там, ну просто никуда не годится. Вот. А это китайская, прекрасная, я не буду бренд называть, но тем более их несколько, наверное. Вот. И вот, но IP-камеры хорошие, высококачественные, так не умеют, как правило. То есть там пресеты, туда и сюда, но вот мы хотим все это соединить в некий open-source продукт, который позволит переключать не только сцены, но и переключать пресеты одновременно на этих камерах через он-вив там, ну и так далее, и так далее. То есть это вот такая вот живая система, только не для переговорных, а для учебных занятий. Вот удобная, чтобы учитель взял вот из своего мобильника управлял всем, что происходит, одним большим пальцем. Вот. Одновременно управляя уроком, контентом, ну и всем, что мы уже умеем делать. Вот. И вторая штука, это тоже, я на этом, наверное, и заканчиваю в продолжении вот этой платформы, это виртуальная студия. Ну, то есть мы вот посмотрели на Джолингу за 5 миллионов, еще на что-то. Вот эта вот стеклянная доска, где вот там по воздуху водишь, пальчиком. Очень красиво, ну мне просто понравилось там эффектно. Толку никакого, но красиво. Значит, она сенсорная, мы купили сенсорную рамку 20 тысяч рублей. Мне сделали в Подмосковье замечательную доску, шикарную, 80 тысяч рублей. Причем под мой проект, то есть, такое, типа небольшое предприятие, партнеров получается, в Московской области. Их много в России. Мы купили прекрасный на базе процессора AMD компьютер, этот пчелиный, вот этот Beeling, да, с Ryzen процессором, 32 оперативки, значит, диск терабайтный. Цена вопроса 42 тысячи рублей. На Валберисе, правда. Вот. И вот вся эта штука, вся вместе, нам обошлась, ну где-то 200 тысяч. По функционалу, вместе с ОБС, вот всякими этими штуками, ну примерно та же Джолингу и выходит. Только за 200 тысяч, а не за 5 миллионов. Вот. Поэтому мы эту технологию планируем и писать. Сформировать аппаратно-программный комплекс, если кто-то хочет купить готовое решение, его можно будет у нас купить, и у наших партнеров. То есть, ну вот такая классическая модель, как это обычно делается. Но при этом, так сказать, кто хочет собрать сам руками, поработать, и мозгами, вот мы всех приглашаем присоединиться к этому проекту, который мы сейчас, по сути, о котором объявляем. Вот. Все, собственно. Я уложился. Так, коллеги, вопрос, пожалуйста. Добрый день. Спасибо за доклад. А вот вопрос такой, а вот та часть школы, которая не видна большинству, бухгалтерия, кадры, учет материально-технических средств и так далее, и так далее. Это вот как организовано? Это тоже в рамках этой системы СПО или это какое-то отдельное программное обеспечение? Вот у нас в региональной системе цифрового образования Псковской области этого до недавних времен, можно сказать, даже почти до сегодня нет. Значит, то есть у нас там есть журналы, кадровый учет. Ну, кадровый есть. Вот. Но большинство школ находится во власти организационной модели, которая в муниципалитете сложилась. Где-то это школы имеют свою бухгалтерию, но это далеко не всегда так. Где-то это муниципальная централизованная бухгалтерия, где-то некие какие-то промежуточные модели. Там есть свои нюансы, это прям тема отдельного разговора. Есть у 1С, ну, что ж мы, раз мы говорим, надо вспомнить это короткое название. Есть у них решение, есть у них облачная штукенция, мы ее у себя запустили. Но я вам честно скажу, это большой труд, большая работа, потому что, вы понимаете, мы-то ее запустили для нескольких областных учреждений, всего для 4-х. И то мы поняли, что есть грабли, что есть разные подходы, что бухгалтера привыкли к разному обслуживанию методическому. Там на первом месте это даже не то, чтобы обновить эти конфигурации. Это мы, кстати, сделали централизованно, соединены все это. А то, что эта работа по сопровождению подобных вещей, это работа скорее аналитиков и бухгалтеров, которые консультируют бухгалтеров, просто бухгалтер, который знает, как работает 1С и как в нем организовать учет, ничего не ломает. Консультируют бухгалтера, который знает только бухгалтерию, условно говоря. Поэтому это отдельная проблема. Вот так вот взять, сказать, что мы сейчас переведем всю систему образования. В Москве это сделано, кстати. Вот коллега может, наверное, сказать, получилось, не получилось, потому что я знаю, что в Москве вот эта проблема, что это сделано в итоге. Дорого, мне кажется, но хорошо или нет, я не знаю. Вопрос. Спасибо за доклад. Интересный момент в гидре вашей системы, связанном с кейтклоком. Вопрос следующий. В какой степени вот это пропоретарное решение, оно масштабируемо на другие организации? Какова архитектура в вашем видении с точки зрения ее распространения на более широкий круг инсталляций, то есть в другом регионе, в другой организации? Может быть, подробнее расскажете про этот аутсерв, это пропоретарное решение, что вы используете, как интегрируете? Скажу. Аутсерв это, по сути дела, ну я сразу скажу, что я не суперпрограммист, в том смысле, что я могу какие-то сейчас неправильные слова сказать. Аутсерв это ОАУТ, по сути дела, аутентификация, которая интегрирована, ну и ССО обеспечивающая, которая интегрирована с стандартами ЕПГУ. То есть с одной стороны, с другой стороны, она использует наши группы и наши внутренние связанные с образованием, как бы роли, скажем так, на которых уже базируется вот то, что называется РИСТОПО, цифровое образование нашей платформы. Она работает в десятки регионов сейчас. Сама платформа, она уже работает не только в Псковской области. А кто вендор этого решения? Если говорить про платформу, то вендор компания интегрированная компьютерная система, если говорить про Псковскую область, то вендор региональный центр информационных технологий. Потому что там очень просто сделано. Все, что сделано интегрировано компьютерными системами в других регионах, безвозмездно передано в Псковскую область с правом модификации. То есть оно вам передано это пропитальное решение в исходном коде? Ну, по сути, да. Оно наше. То есть оно, как бы сказать, вот таким образом по четвертой части гражданского кодекса размножилось. А можно уточнить, собственно, какой базовый стек технологий? Можно. Значит, если про СУБД, то это Пасгресс плюс Крикхаус плюс Кавка в некоторых случаях мы сейчас используем для, ну, понятно, высокая нагрузка используется. Дальше Java. Все, что взаимодействует с EPU, оно все на Java и все, что требует высокой нагрузки. А что касается основного бэка, то он на PHP. Спасибо. То есть у нас так исторически сложилось, что у нас было много хороших PHP программистов. Все, к сожалению, осталось 6 секунд. Можно я быстренько вопрос отвечаю на вопрос «Да, это удалось». Дорого, тяжело, но это работает все. В Москве действительно работает хорошо. А по поводу вот системы, я хотел спросить, я ее в Пскове видел, и мастер-класс проходил, она мне сама по себе очень нравится. Я тогда еще в Пскове задал вопрос, есть ли договоренность с другими системами, электронных журналов, каких-то других регионов. Я не про Мэш, а в принципе, вот там много ведь в Пскове было разных электронных журналов. По интеграции удалось ли с кем-то хоть договориться, чтобы был некий единый способ интеграции систем, чтобы легко можно было заменять электронные журналы или вот система, может кому-то Псковская не понравится, будет какая-то другая. ответьте, пожалуйста. Очень коротко. По опыту работы с Владимирской областью, да, это возможно, мы там с Барсом интегрируемся, в том числе с журналами, но тяжело, как вы тоже сказали. Поэтому есть витрины Минцифровские, и витрина вот в нашем видении это еще и механизм, который позволяет менять вендоров как перчатки. Не нравится Псковское решение, вот вам Московское решение. Спасибо большое, коллеги. Значит, у нас